Все внимательно слышали? Доброе утро для детей свыше 16 лет. Дети, которые меньше 16 лет, слушайте или не слушайте. У нас прямой эфир 6.5.10.9.9.6. У нас в гостях Александр Муханчиков, частный трейдер, а также по совместительству соучредитель ООО «Стокшар». Доброе утро, Саша. Доброе утро. По многочисленным просьбам на самом деле тебя пригласили. И люди, которые к нам приходят, не просто берется какой-то лист и выбирается, тыкается пальцем. Это на самом деле мы получаем энное количество песен. Мы еще, может, не такие популярные, например, как программа «Время», «Спокойной ночи, малыши», другие передачи «Готовим с Юлией Высоцкой» и все остальное. У нас немножко другой формат, у нас очень специфический народ, поэтому вот эта специфика, она как раз тебя и выбрала. Очень приятно. Да, тогда вопрос к тебе. Как ты думаешь, почему? Скорее всего, потому что есть знания как раз в области трейдинга, в области алго-трейдинга. Может быть, удастся чем-то поделиться интересным. Может, у тебя 100% удастся, потому что так надо обязательно. Передача 50 минут идет, ты должен что-то рассказывать. А должен рассказывать что-то интересное, чтобы потом написали. Вот Муханчиков молодец, а? Герчик, как обычно, его перебивал, а он все интересное рассказывал. Тогда, Саша, расскажи, каким ветром тебя занесло в индустрию? Это было на третьем курсе. Оставались какие-то деньги от стипендии, поэтому я думал, куда их вкладывать. А что у тебя за стипендия такая была, что у тебя деньги оставались? На самом деле, это по совместительству была работа, то есть там было 10 тысяч рублей. Какой год? Это 2008-й, самое начало. И как раз скопилась сумма, там, 1050 рублей. У тебя больше стипендий, чем у пенсионеров, пенсия была? Ну, получилось так, то есть это стипендия как раз нам платили, чтобы мы не искали другую работу, чтобы как раз мы делали проекты, поэтому она была такого размера. И как раз думал, куда вкладывать деньги. Приятель посоветовал пифы. То есть я как раз начал с пифов, стал вкладывать в 2008 год, как раз самое начало. Как сейчас помню, вкладывал смешные суммы по 3 тысячи рублей, там, раскидал по 4. Но я уверен, что это сейчас для тебя смешные суммы, а тогда в 2008 году с такой стипендией не была смешная эта сумма. Ну, все равно, как бы я приходил в фонд, там, в организацию, вкладывал там по 3 тысячи, по 2 тысячи, вложил в 4 фонда, там, суммарно 15 тысяч, остальное кинул на депозит. И стал смотреть. Смотрел постоянно, как, что, а потом думаю, а для чего мне платить комиссию фондом, если я могу заниматься этим сам. И в результате в феврале 2008 года я пошел к брокеру, открыл счет, и начал, как раз вывел все деньги с депозита, что были, и начал работать на акциях. Был это с переменным успехом. Как-то шло, как-то не шло. Ну, в результате там около нуля. И в мае 2008 года, не знаю, с чего вдруг, сейчас я уже не помню, но решил продать все акции, вывести деньги из всех пифов и прийти на срочный рынок Фордс. Прямо не знаешь? Вот что у тебя в этот момент? Прямо не знаешь меня? Интуиция. Вот, прямо не знаешь, интуиция, это, как у евреев говорят, вообще две большие разницы. Вот что интуитивно ты почувствовал? Просто так взять в мае, в феврале прийти в пифы, только зайти и получить вот этот накал страстей, что-то новое, и вдруг через два месяца просто уйти оттуда, просто. Может быть, казалось то, что сумма была небольшая, и прибыль, получаемая на акциях, как бы была незначительна, а на Фордсе, как известно... А то есть ты еще даже умудрился еще прибыль какую-то получить? Конечно. Я помню, как я покупал Газпром по 320, продавал по 360, то есть прибыль была. И на Фордсе есть плечо, меньше комиссий, я думаю, а почему бы и нет. И вывожу деньги из пифов, продаю все акции, как раз Газпром по 360, там что-то еще по хаям, и прихожу на срочный рынок Форс. Я, если честно, боялся срочного рынка, потому что плечи, потому что много историй, как люди теряют. Я пришел с небольшой суммой. Ну, ты знаешь, люди и без плечей теряют. Да, всякое бывает. Просто плечо, чем хорошо плечо, оно быстрее помогает тебе потерять. Да, то есть если ты делаешь ошибку, то фактически обучение как раз на срочном рынке идет гораздо быстрее за счет плечей. И как раз в мае я пришел на срочный рынок с минимальной суммой, там у брокера была 25 тысяч рублей, как раз я с ней пришел, стал работать на срочном рынке. Тогда фьючерс стоил 250 тысяч, я помню, как раз общался с приятелем, он шартил по 250 тысяч, то есть если сейчас там вспомнить все цифры, то, конечно, удивляешься. То есть сейчас реально дешево. Да, по сравнению с тем, конечно, но все относительно. И 2008 год был, то есть такой в разгар, я фактически пришел на срочный рынок, плюс десятое плечо помогло мне потерять полтора или даже два депозита. Очень многому я научился в 2008 году и понял, что если так дальше будет продолжаться, то я буду терять. И третий, и четвертый, и пятый, и другие депозиты. Да, да, то есть ничего не будет меняться, поэтому надо было что-то менять в подходах. Как раз с 2009 года я пришел к такому понятию, как алготрейдинг. То есть я сам по образованию математик и системный программист, то есть есть какое-то образование, которое как раз мне помогло. То есть я умею программировать, я знаю в математике и подумал, а почему бы мне не протестировать те идеи, которые у меня уже были, почему бы мне не попробовать реализовать какой-то алгоритм. Как раз тогда я смотрел, следил за LTE, тогда как раз набирал популярность скальпинг. И я подумал, вот как раз, может быть, мне начать со скальпинга. Но эта тема у меня не пошла, потому что там все-таки нужны были вложения в инфраструктуру, тогда нужны были знания немножко глубже, чем у меня были. И я решил сделать подход совсем с другой стороны. Это более такие интродейные стратегии, то есть стратегии на таймфреймах, не так много входов внутри дня. И вот как раз с 2009 года, с середины, в принципе, я этим более-менее успешно занимаюсь. То есть активно все это у меня стало развиваться, наверное, с 2010 года. Тогда появился какой-то первый инвестор, то есть появились первые стратегии, которые показывали стабильный результат, и появилась идея взять инвестора. Деньги управления. Привлечь, да. Опыт был, честно скажу, для меня неожиданный, но запоминающийся. Чем? Вот у меня тогда был партнер, то есть мы с партнером как раз работали, он подавал идеи для стратегии, то есть мы с ним вместе их тестировали, потом улучшали и общались с человеком, как раз который, как у нас стратегии уже на наших счетах работали, он предложил нам дать денег как раз в управление. Сумма приличная, то есть я сейчас считаю для новичка, когда ему предлагают пару миллионов рублей, это прилично. Оговорили риски, то есть я всегда как бы в первую очередь исхожу от рисков. Максимальная просадка, там, по-моему, мы с ним оговорили 15%. Достойно. Да, и вот поработали с ним три месяца, за три месяца заработали 20% ему, но тут он нам заявил, что процентов-то мало. Тогда 2010 год, и он сказал, мол, что на эти проценты он только сводит концы с концами на полученную прибыль, потому что еще нам надо заплатить что-то от прибыли, и он будет искать управляющих, которые ему принесут больше. Покруче, 20% в день. Ну, к примеру, да, без рисков причем. Пытался его, честно, переубедить, сказать, что деньги у тебя, мол, последние, и рисковать ими это не стоит делать. Я тебе скажу честно, я вообще принципиально не беру последние деньги. Если нет у человека длинных денег, я вообще не советую доверительное управление, абсолютно. Согласен, я сейчас тоже. Тем более человек жил с этих денег, а трейдинговые деньги нельзя рассчитывать на то, что ты будешь с них жить. Причем он до этого момента уменьшил свой счет на 60%. А сами ли ему помогли? Сам. Молодец. Да, и он просил увеличить плечи, увеличить риски, я сказал, что категорически не буду делать. Конечно, потому что это деньги твои последние. Плюс есть заточенная система, которая работает по определенным параметрам и все. Я просто, бывают такие ситуации, да, система все с ней здорово, там, исторические тесты отличные, форвардные тесты отличные, а потом она просто попадает в такой кусок, как август месяц, и ты понимаешь, что такого никогда не было. 20-30 убыточных сделок подряд и все, очень тяжело что-то остановить. А систему закрывать нельзя, она до этого хорошо отработала. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Муханчиков, у нас прямой эфир, телефон студии 6510996. Пишите на finam.fm, задавайте вопросы, а сейчас мы прервемся на короткий новостной выпуск. Еще раз доброе утро, 6510996, Александр Муханчиков, частный трейдер и также соучредитель ООО «Стакшарм». Продолжаем о горе инвесторе, которому было мало 20% за 3 месяца. Или за сколько было? За 3 месяца, да. Реально какие-то нищенские результаты. Причем максимальная просадка была процента 4 или 5, такого порядка. В результате он, я отказался увеличить риски, и он решил искать других. Ты нам расскажешь, что было потом. У нас есть Павел на первой линии. Павел, доброе утро. Нету, Павел. Есть Алексей на второй линии. Алло. Алексей, доброе утро, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Во-первых, хочу поздравиться, конечно же, с Александром. Давно слежу за его результатами в Лиге Инвесторов. Смотрю прямо сейчас, за 4 месяца уже 100%. Считаю, что это очень впечатляющий результат, тем более с теми просадками тоже показывает. Я думаю, что вот как раз у такого человека можно довериться ему мнению. Я вот как новичок, но я недавно начал интересоваться только торговыми роботами, хочу узнать, может быть, он посоветует какие-нибудь книги, ресурсы, какую платформу выбрать, может быть, какие-то курсы пройти, еще что-то. Буду очень благодарен за совет. Спасибо, Алексей. Спасибо. Да, спасибо, Алексей, за добрые слова. Это не доброе, это просто вообще мега реклама. Ты представляешь, что после сегодняшней передачи будет стоять вообще очередь 100% за 4 месяца? Ну, там риски чуть больше, там риски до 15% у меня. Ну, страшно. По поводу книжек. На самом деле много что я читал из биржевой тематики, по биржевой тематике, но посоветовать так что-то, наверное, не смогу. Единственное, что мне запомнилась методичка в интернете. Известный человек под ником механизатор, у него на сайте его он выложил методичку, называется системный, а, биржевой трейдинг, системный подход. Довольно грамотная методичка. Еще раз повтори, чтобы народ запомнил. Биржевой трейдинг, системный подход на сайте russientrader.ru. Довольно грамотная методичка как раз для введения в область алготрейдинга. То есть, если человек ничего не понимает, то эта методичка может позволить ему понять все прелести как раз такого подхода алготрейдинга. Также, ну вот, как уже сказали, я один из учредителей StockSharp. Эта платформа как раз позволяет писать роботов. То есть, это библиотека для программистов. Она в себе содержит очень много всего. В частности, это и подключение ко всем известным биржевым терминалам в России. Плюс даже есть шлюзы на Запад. Плюс есть очень хорошая возможность протестировать любую стратегию, в том числе использовать стаканы. То есть, это мало что позволяет. То есть, абсолютно любые стратегии, скальперские, либо интродейны, можно тестировать, используя эту библиотеку. Давай по-простому. Вот пришел человек, на самом деле, молодой человек, поднял, на самом деле, очень хороший вопрос. Вот пришел простой смертный, у которого есть несколько идей. Тебе, как бы, человеку, который выходит из среды программирования, тебе, естественно, легче отвечать на вопрос. Вот пришел простой смертный, который хочет начать именно заниматься программированием. Вот от а до я. Вот пришел твой друг и сказал, Саш, вот знаешь, я там прочитал несколько книжек, я увидел несколько красивых паттернов. Вот с чего мне начать? Вот от а до я. Если человек не знаком с программированием, есть два пути у него. Либо обучиться программированию на каком-то начальном этапе, потому что для тестирования идей какого-то глубокого знания, понимания в программировании не требуется. Особенно, если это интродейны и паттерны, то есть паттерны, основанные на каких-то таймфреймах. То есть это все, что относится к нескальперским стратегиям. То есть там, где в среднее время удержание позиции, оно значительно. В таком случае можно идти на курсы. В частности, вот наша компания StockSharp, она проводит курсы. Можно без проблем обращаться к нам и, соответственно, проходить обучение. Отзывы очень хорошие. То есть те, кто как раз не программировал после наших... Как раз на каких языках вы учите? Мы учим программировать на языке C-Sharp с использованием как раз нашей библиотеки StockSharp. То есть человек, чтобы потом, выйдя с наших курсов, мог протестировать свои стратегии, мог их реализовать на любой платформе, то есть на запад. А как ты, например, к TS Labу относишься? К TS Labу отношусь... Раньше относился, если честно, не очень хорошо, потому что я все время использовал Wealth Lab. К TS Lab очень много было проблем раньше, сейчас вроде они справляются. Но, опять же, к TS Lab я отношусь нормально только для тестирования. Для реализации и вывода стратегии на реальный рынок я считаю, что всякие промежуточные программы использовать не стоит. Потому что это, опять же, лишние риски. У нас в нашем деле рисков и так много, и желательно все риски брать под контроль. По крайней мере, то, что мы можем взять. И в области платформы как раз мы можем все риски контролировать. С TS Lab, у меня, например, приятель использует свои... Его роботы работают через TS Lab на нашем рынке, постоянно от него поступают жалобы, что что-то работает не так, что какие-то то ли котировки левые, то ли еще что-то. В общем, у него постоянно проблемы. Я сам не использовал, поэтому не могу сказать, правда это или нет. Может, он преувеличивает, да? Просто так, какой смысл человеку говорить, с другой стороны? Да, но такая информация как бы есть. То есть для тестирования, я отношусь, нормально можно использовать. То есть как раз если человек, например, не знаком с программированием, да, вот второй путь — это взять программу типа VLS Lab или TS Lab. Там есть встроенные конструкторы, которые позволяют как раз человеку, не знакомому с программированием, что-то делать. И я думаю, что паттерны как раз без проблем можно попробовать там. То есть это будет для него быстро. Это, соответственно, он сразу увидит результат. И, например, если результат есть, то дальше он может для себя решить, что да, я иду изучать программирование. После этого я как бы реализую все на нормальной платформе и делаю. Он, например, также может попробовать запустить на небольшой сумме в TS Lab на реальном рынке и посмотреть, есть ли там проблемы, нет ли там проблем. То есть он как бы уже для себя сам все определит. И еще один путь — это в сообществах трейдеров, например, искать программиста для сотрудничества. Ну, ты знаешь, это, в принципе, иногда бывает очень опасно. С одной стороны, да. Это человек с улицы, и люди есть просто нечистая на руку, к сожалению. И очень много таких. Ну, вот многие боятся, как бы, что программист сворует их идеи и реализует там, все, сам будет работать. Может быть, есть такое, я сам не сталкивался. Можно, например, как вариант искать программиста не из трейдерской тусовки. То есть почему бы и нет. Он все равно рано или поздно все равно где-то будет тусоваться. То есть здесь только надо по-простому уповать на порядочность человека, который можно проверить только со временем, к сожалению. Да, да. И еще, кстати, есть вариант — это заказ, ой, это покупка робота на заказ. То есть по... Человек приходит со своей идеей. Ну, тут тогда действительно, вот у нас Артем Крамин был с хорошей репутацией, человек, которому образно доверяют. Тут надо, к сожалению, только временем показать, что ты не берешь, не воруешь другие и чужие идеи, чтобы действительно к тебе нормально в среде относились, что ты чужой просто не трогаешь. Абсолютно верно. Ну, вот у нас в StockSharp, то есть у нас как бы StockSharp — это организация, которая состоит из... Подразделений. Да, из подразделений. То есть у нас фактически объединение людей, которые каждый занимается своим направлением. То есть есть у нас направление курсов, есть направление как раз написания роботов на заказ. Тогда отсюда вытекает вопрос. Вот смотри, там Алексей сказал там феноменальных результатов, которые у вас есть. Так? Например, оба... там энное количество за энный промежуток времени. Да. А какой смысл на самом деле при таких цифрах? Это всегда мне задают точно такой вопрос. Какой смысл делать семинары? Абсолютно верно. Но вот именно из-за этого я семинары не провожу. То есть я ко мне очень часто обращаются с предложением научить, с предложением там, с просьбой дать советы, дать рекомендации, еще что-то. Но организация же занимается этим. И ты соучредитель этой организации. Значит, ты косвенно или прямо все равно связан с этим? Если честно, то я нет. То есть у нас как раз в организации все устроено таким образом, что тот, кто делает, тот и получает. А зачем тебе нужна тогда эта организация? Я могу сказать, как я к этому пришел. То есть мне действительно стал интересен алготрейдинг. Я стал пытаться развиваться, смотреть разные платформы. И однажды как раз в интернете я наткнулся на платформу StockSharp. Тогда ей был где-то полгода или год. Стал использовать, стал находить ошибки, отписываться на форумы. И вот как раз главный разработчик Михаил Сухов, он однажды мне сказал, что, мол, вот если ты вносишь такой вклад, то почему бы тебе как бы не стать одним из разработчиков? Понятно. И, соответственно, я разрабатываю эту библиотеку фактически для себя. То есть я знаю от и до, как она устроена. Как раз то, о чем я говорил, все риски, которые есть, я знаю, где они, я знаю, как их обойти, как их решить. Только из-за этого. То есть я фактически этим занимаюсь как раз для того, чтобы контролировать все риски в своем алготрейдинге, чтобы... То есть это просто проект, который тебе дает спокойную возможность сделать параллельно то, что ты делаешь сейчас? Да, ну и основное, конечно, мне это нравится. По сути дела, ты все равно как бы это делаешь и делаешь и на благо себя, и на благо цивилизации. Потому что эта библиотека, она совершенно бесплатна, то есть ей пользуются очень многие люди. Там именно, я так понял, объяснишь, что это значит слово библиотека для наших слушателей. Библиотека, да, вот это набор функций, которые можно использовать при программировании. Там, например, есть, например, уже описание некоторых баров, например, такой-то, такой-то, из которых можно сложить параллельно. Приблизительно так. Либо вот, например, там построение стакана по данным RTS через Plaza 2. То есть, чтобы самому это написать, там, надо потратить время на программирование. У нас же ты просто там пишешь 2-3 строчки, и у тебя есть готовый стакан. То есть, это набор функций, которые может как раз тебе позволить получать данные и не писать самому очень много кода. Это облегчает просто программирование. То есть, некоторые вещи уже как бы принаписанные. Да, да. И человек может, например, взять кусок, например, там, такой-то, такой-то барни, доходит тот, такое-то, такое-то количество до своего хая или отошел. То есть, это некоторые вещи как бы, я так понял, с каждым годом таких вещей становится больше и больше. Эта библиотека пополняется. Совершенно верно. Человеку, который образно новичок, ему гораздо проще работать именно уже с такими более доступными данными. Я правильно понял? Да, да. То есть, там есть и реализованные даже стратегии. То есть, например, стратегия котирования. Сейчас мы о ней расскажем. Дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный гость. Звоните, задавайте вопросы, пишите вопросы. Александр Муханчиков, частный трейдер, хороший управляющий, а также соучредитель ООО StockSharp, помощь для начинающих алго-трейдеров. Я обязательно сам туда загляну. Я тоже начинающий алго-трейдер. Стараюсь сейчас простенькие модели реализовывать. У нас прямой эфир, телефон студии 6.5, 10, 9, 9, 6. И сейчас девушка в больших наушниках буквально вырвет, вырвет несколько минут для новостного эфира. Еще раз доброе утро, Александр Муханчиков, 6, 5, 10, 9, 9, 6. Саша, здравствуй еще раз. Здравствуйте. Перед тем, как мы сейчас перейдем к звонку, у нас есть звонок. Ты представляешь вообще, насколько, в каком государстве мы живем, как здорово, если у нас объявляют по радио, что у нас будет рейд нетрезвый водитель. Это значит, что всех сразу на самом деле предупреждают. Кто не хочет лишения прав, сегодня за руль не надо садиться или возьмите услугу трезвый водитель. И еще, ты представляешь, я вот иногда слышу вот эти цифры. Кто-то что-то там продал нелегальное, кто-то что-то сделал. А представляешь, что за 3 года, за 4 года человек легально купил письмо за 404 тысячи и продал за 3,1 миллиона. Почти в 10 раз заработал. Представляешь, ему не надо потеть, как мы с тобой потеем. Нервничать, писать какие-то алго-коды и все остальное. У нас есть Георгий на линии. Георгий. Георгий, доброе утро. Алло, алло. Георгий сорвался. Ты начал рассказывать. Да, я начал рассказывать про встроенные стратегии. То есть, например, есть стратегия котирования по стакану. Чтобы написать самому, опять же, да, это надо понять, как котировать, как там, что делать. У нас же все это есть встроенное и можно использовать. Что же касается лиги трейдеров, о чем Алексей говорил. На самом деле, для меня это довольно интересная история, поэтому многие удивляются. Во всех конкурсах, что я участвую, я участвую руками. То есть, я торгую именно руками в конкурах. Принципиально. Да, это принципиально было мое решение. Кстати, на ЛЧИ, ты участвуешь сейчас? На ЛЧИ участвую, да. У меня было желание бороться за победу в номинации «Лучший трейдер-миллионер», но пока не знаю. То есть, там на первом месте сейчас человек, по-моему, процентов 65 он показывает. Но там довольно большие риски у него были связаны с опционами. Будет интересно посмотреть, что будет через два месяца. Ну, сейчас в ЛЧИ я иду где-то на восьмом, на седьмом месте в этой номинации, да. То есть, «Лучший трейдер-миллионер». У меня пока там около 20% за последний месяц получается. Отлично. У нас все-таки Георгий до нас дозвонился. Георгий, доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Вот еду в машине, слушаю очень интересную... Самое главное, смотрите на дорогу. На дорогу смотрите. Да-да-да, конечно. Здесь пробка, поэтому смотреть не надо. Вас очень великолепно слышно. Или у вас хорошая гарнитура, или хорошая машина. Или то и другое. Да-да-да. Вот вы очень подробно рассказали о «Стокшарпе». Вот. Но, к сожалению, я не настолько хорошо программирую, и мне тяжеловато написать целиком все это, используя вашу библиотеку. Вот. Я исследовал рынок. В принципе, есть, помимо, конечно, Q-пайла, на котором ничего серьезного не напишешь, есть еще такие возможности, как «Трейдматик» — это что-то типа «ТС-Лаба» от БКС. И еще есть очень интересная вещь, о которой я хотел вас спросить. Это проект ВЛРТ. Это ребята сделали связку «Вэлса» с «Кликом». Ну, и не только с «Кликом», там, с «Клазой-2». И «Вэлса» можно торговать. Что вы можете сказать об этих возможностях? Ну, значит, я могу вот начать с «Кьюпайла». Я его сам использовал. На самом деле, самые первые роботы, написанные в 2009 году, как раз, были написаны мной на «Кьюпайл». То есть я считаю, что это нормальное средство для написания простейших стратегий, у которого нет требований к производительности, к скорости. То есть, опять же, если у вас мало входов внутри дня, то «Кьюпайл» в качестве начального решения вполне можно использовать. И еще очень важно, если у вас нет каких-то больших требований, то есть вам не требуются каких-то больших реализаций к money management, то есть к контролю рисков. Что касается «Трейдматик», да, действительно, это очень похоже разработку на «Теслаб». У них есть какие-то отличия. Ну, вот я не использую ни то, ни другое. Что же касается VLRT, я тоже слышал об этом, но вот я как раз порой использую VLSLAB для тестирования стратегий, то есть для тестирования каких-то первоначальных идей, которые основаны на таймфреймах. Но из-за того, что у меня есть готовая написанная мной платформа, которая позволяет не использовать дополнительные программы, я поэтому предпочитаю как раз это не использовать. Но отзывы именно об этом шлюзе, да, VLRT довольно хорошие. С другой стороны, если вы связываетесь с Plaza 2 и используете VLSLAB, то мне кажется, это не совсем правильно, потому что VLSLAB, он не настолько быстро, да, чтобы торговать напрямую с нашей биржи через шлюз Plaza. Потому что у Plaza производительность там сейчас порядка 50 миллисекунд, но в VLSLAB, он, естественно, работает гораздо медленнее. Да, и работать с тиками, анализировать там, например, полный ордер лог через VLSLAB все равно невозможно. Использовать этот шлюз для квика, я считаю, вполне грамотным решением, то есть можно пробовать, может быть, как бы это и хорошее решение. Я его не использовал, поэтому советовать или отговаривать я не могу. Понятно. Ну, этих ребят у вас, наверное, просто вы пропустили, они где-то месяца полтора назад, я говорю про ребят, сделали решение, которое позволяет торговать стратегии VLSLAB уже без VLSLAB. А, здорово. Собственно говоря, там вносятся минимальные какие-то дополнительные задержки, там, несколько миллисекунд, так что можно торговать и тики, и все остальное. Порой эти несколько миллисекунд стоят очень дорого. Я согласен, да. Но для истинных скальперских стратегий, конечно, надо использовать библиотеки вообще без каких-либо задержек. Но это надо быть профессиональным программистом, это сложно. А у VLS есть одно несомненное преимущество. Вы там можете исследовать стратегию и можете просчитать, что же она зарабатывает на самом деле, прежде чем подвергать деньги риску. Да, я вот сам использую, поэтому VLSLAB я могу рекомендовать для тестирования точно, для торговли, то есть если вы говорите, что можно работать без него, тогда почему нет? А еще какие-нибудь известные вам варианты? Есть Omega Trade Station, то есть вот остальные разработки, которые... Omega Trade Station, да, с Георгием тут я соглашусь по поводу Omega Trade Station, там на самом деле easy language, он совсем не easy. Да, я просто сам пробовал, я с Георгием, кстати, согласен очень. Огромное спасибо таким радиослушателям, как Георгий, которые на самом деле приносят наши суровые вот эти 45-минутные будни, вот эти веселые моменты. Я тоже пробовал сам Omega Trade Station и на самом деле easy language оказался совсем не easy. Скорее всего, да. Георгий вам... Да, извини, Саша. Да, я другие разработки не использовал, поэтому как бы что-то конкретно о них сказать не могу. Георгий, вам огромное спасибо за звонок, там осторожнее за рулем, звоните. Всем огромное спасибо, кто звонят нам в студию или звонят. Я, в принципе, так и не одолел этот удар. 6, 5, 10, 9, 9, и 6, дорогие друзья, у нас прямой эфир. И, Саша, вот для тебя вопросы. Все вопросы, в принципе, очень приятные, но начну с самого приятного. Девушка тебе написала. Мария. У тебя знакомых нет? Ну, я уверен, наверняка есть. А какой ник на конкурсе «Лучи» у Александра? Три вопроса. А после этого написано «Хочу за него поболеть». Ну, приятно. Очень приятно, да. Передай Марии привет от тебя. Да, Марии привет, спасибо большое за вопрос. У тебя случайно не этот... Я подшучу сейчас, может, неудачно. Не муха? Нет. Я понял. Ник «Be Happy». «Be Happy». Да. Слитно или раздельно? Через пробел. Через пробел. «Be Happy». «Be Happy». «Be-H-A-P-P-Y». Не тире, а пробел, да. Пробел. Да. «Be Happy», да. «Будь веселым». Почему такой ник? Не знаю. Вот в прошлом году его взял... А ты все время берешь. Кстати, «Муха» вообще на самом деле был бы феноменальный. Быстро летает, моментально приземляется и всегда знает расстояние. Хорошо, я обещаю, в следующем году буду участвовать по нику «Муха». Вы все слышали прямо в эфире. Да, господин Муханчика всем пообещал, что в следующем году у него будет ник «Муха». Во всяком случае, тебя все смогут отличить. Юля, я вижу, ты сегодня пользуешься огромной популярностью у женщин. Задает вопрос. А какой таймфрейм Александр использует при торговле долларом на срочном рынке «Форц»? Ну вот, Юля, откуда ты знаешь, что я торгую долларом на срочном рынке «Форц»? Ну, если ты сказал, что ты торгуешь на «Форце», то практически однозначно любой наш радиослушатель поймет, что ты торгуешь, скорее всего, и фьючерс на индекс РТС, и рубль-доллар, как самые прогрессивные, легко подающиеся, в принципе, анализу инструменты. Ну, совершенно верно. То есть, я как раз работаю с этими двумя инструментами. На рубль-доллар у меня таймфрейм 5 минут, но, несмотря на это, стратегия порой удерживает позицию до 2 месяцев. А то есть, у тебя получается, как бы ты сначала берешь, наверное, большой таймфрейм, ищешь точку захода, но заходишь по меньшему таймфрейму? Да, да. Потому что удержать с 5-минутного графика позицию в 2 месяца, то я просто немножко разбираюсь в этом, и я понимаю, что там все не так просто, как ты рассказываешь. Ну, расскажи более подробно, как так получается, что стратегия, которую ты берешь на 5-минутном графике, ты можешь удержать в 2 месяца? На самом деле, рубль-доллар я могу посоветовать, наверное, всем начинающим алго-трейдерам. Это потрясающий инструмент. Феноменальный, соглашусь с тобой на 200%. Только единственное, будьте очень аккуратны к рискам, потому что там, если не ошибаюсь, 20-е или 25-е плечо. У нас получается... Там 4%? Да, 5. 20-е плечо. 20-е плечо, да. Что могу посоветовать? На самом деле, для меня, кстати, это был выход в ручной торговле, когда я начинал. Звоните брокеру и просите, чтобы вам повысили ГУ. Я, например, позвонил своему брокеру в 2009 году. Автоматически. Да, и попросил повысить его ГУ на 30%. То есть брокер может это сделать? Мой брокер, да, он сказал без проблем. Кстати, ты можешь сказать, но это не проблема. Я для ручной торговли использую IT-инвест. Без проблем они мне сразу повысили. Господину Твардовскому Виталию Владимировичу огромный привет. Мы очень его любим, на самом деле. Это один из самых первых людей, которых я познакомился в профессиональной среде, когда приехал в Америку. Я здесь в Россию. По сегодняшний день мы с ним очень близко дружим. Поэтому, Виталий Владимирович, огромный привет вам. Да, от меня, от господина Муханчикова. И, соответственно, мне повысили ГУ просто на 30% абсолютно по всем инструментам. Я таким образом себе уменьшил максимально используемое плечо. А вообще ты сам себя считаешь дисциплинированным человеком? По таким меркам я могу сказать... Нет, я говорю сейчас. Сейчас, да. То есть сейчас, даже несмотря на просадки, которые бывают, я к ним уже отношусь совершенно по-другому. Это неотъемлемая часть. Я хочу, чтобы все наши радиослушатели понимали, что все, включая господина Муханчикова, супертрейдеры, делают просадки. Это абсолютно нормальное явление, без них никуда. Это рыночная среда. Да, то есть даже если там год он закрывается в небольшом плюсе или пусть даже в минусе, всякое бывает, этот рейзинг, тут как бы нет гарантированных доходностей. Даже суперджипы застревают. У нас потом еще будет один вопрос, но так я тебе дам, чтобы ты на него развернул ответ. А дисциплинированным что тебе сделать? Тебя сделала алготорговля, то есть ты считаешь, что именно когда алготорговля, сама потихонечку дисциплинирует. Почему? Потому что у тебя очень хорошая параллель у человека, который алготрейдером, но который торгует руками тоже. Поэтому я уверен, что ты на этот вопрос можешь ответить лучше любого другого. Тебя нельзя сравнить и с обыкновенным трейдером, потому что у тебя алгоритмическая торговля. И тебя нельзя сравнить с алгоритмическим трейдером, потому что у тебя ручная торговля. Что тебе больше всего именно дало дисциплины в твоем формировании? На самом деле это очень удивительно, что я торгую и алгоритмами, и руками, потому что в трейдерской тусовке, я многих знаю, со многими общаемся, то есть люди либо полностью отказались от ручной, либо, соответственно, полностью работают только руками. На меня, конечно, колоссальное влияние оказал именно алгоритмический подход. То есть он выработал у меня системность, он выработал у меня стойкость к потерям. То есть я знаю, что там если... То есть я верю алгоритму. У меня была совершена однажды ошибка, после которой я как раз и изменил. Это был запущен робот, он делал вход в начале дня, но то ли интернет упал, то ли брокер отключился, то ли еще что-то было, в результате входа не было. Через 5 минут появляется интернет, и я думаю, что делать? Входить, исполнять этот сигнал или нет? Как раз у робота был один вход, и он пытался взять тренд внутри дня. А, к сожалению, в тот день в Москве произошла трагедия, был теракт в метро. В метро. Я подумал, что теракт, все плохо, что рынки не могут расти, а сигнал был в лонг. Я принимаю решение этот сигнал не исполнять. Вот сейчас ты у нас будет... У нас просто Наталья, она уже вырывает, показывает вообще всевозможными знаками, что все, пора уходить на новости. Наталья, вам слово расскажите. Что-то хорошее расскажите, нам не надо убили кого-то, посадили. Расскажите что-то хорошее, например, там в детском саде, в детском саду трехлетняя девочка полностью там перечитала Карл Макса. Ну что такое интересное, расскажите. Наталья берет борозды правления в свои руки и расскажет нам о хороших новостях, я надеюсь. Так как Наталья в новостях нам, как обычно, ничего позитивного не рассказала, такое ощущение, ты понимаешь, что включаешь радио, страшно, включаешь телевизор, страшно. Ходишь по улице, опять страшно. Поэтому давай на твоей позитивной ноте будем разговаривать. Еще и рынки падают сегодня. Да ну там на чуть-чуть, не страшно. Да, в результате я принимаю решение не исполнять этот вход, и в этот день случается ударный день. Естественно, очень много прибыли не получено, и после этого как раз я понял, что система это основное, что от системы отступать никуда нельзя. То, что ты только что сказал, это показывает на самом деле на 100% твою дисциплинированность, потому что все себе говорят, 1 января я бросаю курить. Все, 1 января я не пью пиво, там и все остальное, но тем не менее, видишь, ты один из немногих. Ты в среде 4 года. Ты знаешь, что все говорят, а делает никто или делают единицы. Поэтому и остается 3-4% тех как раз людей. То есть если ты себе сказал, все я понял, все понимают, поверь мне. Я всех своих студентов, которые приходят ко мне на семинар, заставляю сделать алгоритм в письменном виде. Реально в письменном. Я не верю ни в какие там электроны, реально себе распечатать, прибить на стенку. Саша, ты сам знаешь ответ на этот вопрос. И все наши радиослушатели. Ренат, спасибо за вопрос, задает вопрос. Ваш взгляд на ситуацию, вопрос на самом деле очень актуальный, я бы сказал. Ваш взгляд на ситуацию на фондовом рынке Российской Федерации. Складывается ощущение, что денег как не было, так и нет. Никакие факторы пока не приводят к нормальному росту. И как только повалятся западные площадки, скорее всего, наш рынок обвалит. Спасибо, ваше мнение. Я, к счастью, не аналитик или, к сожалению. Не, ну ты же можешь оценить ситуацию, например, да, вот там, то, что Саша Розевков всегда говорит, когда несколько лет назад можно было спокойно зайти и там несколько тысяч контрактов и не подвинуть ничего, то сейчас цифры совсем другие. Да, я вот могу что оценить, это ликвидность. То есть ликвидность действительно упала. Они как раз и говорим, а что ликвидность это и есть в нашей ситуации деньги. Ликвидность сейчас действительно упала, биржа предпринимает действие, да, чтобы ее повысить. А что биржа может предпринять? Ну вот, в частности, она решила, что если увеличить шаг на индексе РТС, на фьючерс, на индекс, да, то ликвидность, мгновенная ликвидность в стакане, она повысится. Ну и что? А что, мгновенная ликвидность в стакане, она не дает вообще ликвидности никакого толчка нового по-любому? Ну, на самом деле, на мой взгляд, сейчас ликвидности действительно стало в стакане чуть больше. Ну, чуть больше. Да, то есть сейчас там в IT 500 тысяч контрактов по рынку, в принципе, фьючерс РТС, там он двинется на тысячу пунктов. Это много? Ой, не на тысячу, на сто пунктов. На сто пунктов, да. На сто пунктов, то есть, на мой взгляд, как бы это нормальное проскальзывание. Ну, это одна десятая процента? Ну, одна десятая, да, на вход, одна десятая на выход. Плюс плечо? Да. Не дай бог третье плечо и 0,6% от депозита нет. Ну, вот, да, из-за этого как раз, в частности, алгоритмы, они позволяют реализовывать более интересные решения для входа, для выхода, да, то есть позицию можно разбивать, можно набирать. И, с другой стороны, да, вот, в частности, это неэффективность, когда люди вынуждены выходить по рынку в определенный момент, ее также очень можно просто использовать и зарабатывать именно на этом. И вот как раз у меня, на самом деле, было изменение в подходе, где-то в конце августа для ручной торговли я осознал, насколько наш рынок сейчас неэффективный. То есть, на фьючерсе РТС действительно дают очень хорошо зарабатывать. Да, дорогие друзья, неэффективность, со слов Александра Мханчикова, чтобы вы понимали, это очень хорошо и это очень правильно. На неэффективности как раз и такие трейдеры, как Саша Мханчиков, зарабатывают деньги. Да, то есть неэффективность – это возможность заработать деньги нам, трейдерам. А так, конечно, наш рынок меняется, наш рынок меняется очень сильно. И могу откровенно сказать, что для моих алгоритмов, те, что работают, те, что хорошо заработали в прошлом году, был результат порядка 50% на хорошей сумме с просадкой где-то максимальной 7%. В этом году они показывают себя уже довольно плачевно. То есть, там есть плюс, но плюс настолько незначительный. Маленький. Да, что как раз я сейчас стал делать акцент на ручную торговлю, да, потому что есть результат, получается делать. Я вижу эти неэффективности, и я сейчас понимаю, что я могу потратить время на реализацию тех паттернов, что я работаю. Ты должен понять, что в свое время, как и у тебя, у меня случилось, что я просто уперся в энную сумму, выше которой я просто не мог с ней работать. Но у меня сейчас сумма не такая большая. Для ручной торговли? Да, да. Но на ручной торговле ты занимаешься только своими деньгами или клиентскими тоже? Сейчас уже и клиентскими тоже. То есть пока все хорошо? Пока все хорошо, да. На клиентских деньгах у меня другой подход. То есть, если я руками на своем счету торгую очень много паттернов на три дня, я совершаю довольно большое количество сделок. Сколько? То есть, это не скальпинг в чистом виде, где-то, ну, несколько сотен сделок бывает на три дня. Это очень много. Да, то есть, ну, у меня, естественно, там ограничены риски. То на клиентских деньгах подход уже совершенно другой. Там все-таки... Длинные, долгие паттерны. Да, то есть, я там стараюсь удерживать позиции. Там два-три входа внутри дня максимум. Порой позиция как раз переносится. Естественно, все идет от контроля рисков. Потому что риск – это единственное, фактически, что мы можем контролировать на рынке. Ну, вот ты сейчас сам сказал, что у тебя, видишь, произошел такой резкий переход, что в этом году ты пока как бы не хочешь садиться и заниматься больше алгоритмическим трейдингом, потому что ты видишь на данный момент, что ручная торговля, она лучше. Да, но не хочу не из-за этого, а не хочу из-за того, что сейчас я вижу паттерны, которые работают, и понимаю, что там на реализацию их мне потребуется сколько-то время. Да, а за это время как раз я могу, то есть, пока я буду реализовывать этот паттерн, может перестать работать. А ты думаешь, что основная проблема именно изменения вот за этот год – это ликвидность? Да, фактически сейчас… Или изменение рынка? Я думаю, изменение рынка – это постоянный процесс, который происходит. То есть, это абсолютно нормально, как раз надо подстраиваться, надо уметь быть гибким на рынке. Без этого как бы можно зарабатывать в прошлом, но однажды потерять все. Да, у нас, конечно, ликвидность сейчас ушла. Биржа делает шаги для ее увеличения, она видит эту проблему. Но пока денег новых не будет, никто никому ничем не сможет помочь. Да. Ну, я надеюсь на лучшее, а так всегда есть, в принципе, западные рынки, куда можно без проблем уйти. Поверь мне, без проблем на западные рынки не уйдешь. Потому что там такие ребята, да, как я выходец именно из американского рынка, я тебе просто скажу, что многие 90% стратегий, которые работают на России из-за скорости, из-за принятия каких-то решений, они просто не будут работать. Потому что сейчас за доли цента идет борьба. То есть там такие ребята, я недавно прочитал, забыл, как называется контора. Они провели по дну океана на 100 миллионов долларов или 160 миллионов долларов провели волокно, тянули, да, там огромные какие-то деньги они уплатили, чтобы там сохранить какие-то миллисекунд, какие-то очень маленькие. Сказали, что за полгода они отобьют эти расходы. Там даже гору взорвали, чтобы быть на одном миллисекунде или на две быстрее. То есть я представляю, о чем речь идет, да. Нет, но это как раз идет речь, наверное, больше об арбитраже между разными площадками. Абсолютно не факт. Когда скорость очень важна. Ведь там же даже проводили исследование, что выгодно поставить сервер где-то на дне океана, как раз, чтобы он находился посередине. Но в Америке, например, на мой сторонний взгляд, когда я не работал там, да, очень много акций, очень много стоков, на которых те же самые паттерны. Одно маленькое, ну, я тебе просто говорю как профессионал, да, мы тоже занимаемся именно алготорговлей, придется постоянно выборку делать. Вот это самая большая проблема. Вот как раз вчера у меня была беседа с человеком, который работает на Америке. То есть если на России фактически... То есть трейдер или алготрейдер? Он трейдер. Ручками? Да. То есть на России фактически на трейдинг там может уходить 90% времени на исследование, 10% времени. Он тебе абсолютно правильно сказал. Нет, это я вам сказал как раз как сторонний, да, то есть это мое стороннее мнение. А у него 90% на выборку и 10% на трейдинг. Он просто, да, он просто это подтвердил мое мнение. То есть, да, нужно тратить колоссальное количество времени на исследование. То есть как раз там очень большая выборка возможностей для торговли. И, например, паттерны, то есть какие-то формации на свечках, их можно искать не как у нас там на 10 акциях, а на 1000 акциях. И на каждой акции там будет колоссальная лексика. Согласен с тобой на 100%. Что мне в тебе импонирует, мы с тобой очень похожи в том, что я тоже, я всегда за простоту. Я просто вижу, как ты говоришь, слово паттерны, все время берешь во внимание. Я тоже за то, чтобы была простота. Ну, вот, например, самый простой паттерн. Я не имею в виду модель, просто скажи, из скольких там трех-четырех условий он состоит. Я не имею в виду условия, то есть я не прошу детализировать, просто объясни людям, потому что... Из двух условий. То, что я хотел тебе сказать. Я как раз... Я сейчас, извините, что перебиваю, я просто хочу нашим радиослушателям сказать, дорогие друзья, не пугайтесь слова алготрейдинг. Сейчас Саша Муханчиков сможет там разбить это. Можно строить очень простенькие модели, которые работают, поэтому сейчас нам Саша как раз скажет несколько простеньких моделей. Может быть, скажу. На самом деле, почему я не участвую в конкурсах роботами как раз? Потому что стратегии настолько простые, что... И очень легко понять. Очень легко ее понять и очень легко ее воспроизвести. Ты вообще видел, что сейчас делается везде в интернетах? Пишется специальная программа, которая просто анализирует, какие роботы и как работают. Да, то есть... Умельцы наши. То есть даже я этим сам занимался, да, то есть как раз там в 2009 году я исследовал LTE, я исследовал роботов. Тогда было, конечно, роботов мало. Что-то смог подобрать оттуда? Что-то смог, да. Что-то смог определить, как... То есть какие-то алгоритмы там, нанеся сделки на... График. График, посмотрев там на стакан. То есть, ну, понятно, что какие-то стратегии там требуют стакан, какие-то стратегии требуют только график. То есть все это можно воспроизвести. Многие очень алгоритмы. И алгоритмы могут быть настолько просты. То есть у нас действительно рынок неэффективный. И пока он будет как раз неэффективным, можно зарабатывать. Дорогие друзья, перед тем, как завершить передачу, расскажу то, что сказал Саша. Самый простой паттерн, который у Александра работает, это там образно составляющая из двух баров или двух свечей, не имеет значения. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Муханчиков. Саша, 10 секунд, быстрый ответ. Часто ли вы меняете размер позиций или вы торгуете одним и тем же размером постоянно? Я использую процент от депозита. То есть, естественно, какой риск на сделку, он тоже процент от депозита. Дорогие друзья, в гостях Александр Муханчиков. Сейчас попробую перечислить Саши на регалии, чтобы завершить нашу передачу. Саша участвует на конкурсе ЛЧИ под ником B промежуток Happy. Также в Лиге трейдеров. Также один из соучредителей организации StockSharp. Я уверен, что если вы хотите найти Александра, вы можете его найти на просторах интернета очень легко и с ним пообщаться лично. А также не забывайте, что сегодня рейд нетрезвый водитель. Поэтому уставайтесь оставаться трезвыми. Саша, тебе еще раз огромное спасибо за передачу. Всем хороших выходных. Саша, всего доброго. Всего доброго. До свидания, ребят.